А перед началом данного ролика хотел бы подвести итоги на две Honda SD2000 с прошлого ролика, так что заходим в новую страничку, обновляем, смотрим, что у нас 383 просмотра, ну очень мало лайков и репостов, ну да ладно, может это из-за того, что призы не такие уж дорогие, заходим на рандомайзер, вставляем ссылочку на минувание приза SD2000 на основе репостов, количество призов 2, давайте слева кто выиграет, это выиграет тачку Siri, а справа тачку Alice, так что погнали победителем, становится Ну, грузись, грузись, давай, что долго она выиграет, слева это Гор Мартиросиан, ну короче, ты выиграл тачку Siri, а Даня Техник выиграл тачку Alice, короче, продолжайте смотреть следующий ролик, а вы мне пишите в ВК Приветствую, с вами не Николай Соболев, а Эвенский Павел, короче, это у нас видос про обновление и насмотр МТА 1.7, присаживайтесь поудобнее и мы СТАРТУЕМ! Короче, пацаны, вчера, а именно 19 октября, на сервер, смотря на трех серверах, вышло обновление 1.7, в нем добавили очень мало, но давайте начнем по порядку, давайте, есть новости хорошие, есть плохие, давайте начнем по порядку Начнем мы с плохих новостей, это то, что у многих игроков пропали тупо деньги Вот это поворот! Половина не купили бизнеса, влагает, и т.д. и т.п. и половина вообще не довольны этим обновлением А знаете почему? Потому что это обновление длилось, давайте посчитаем, если 21 октября, ой говорю, 21 июня вышло последнее обновление 1.6, а сейчас 20 октября, на данный момент записи данного ролика, на 19 октября, окей, уже 1.7 и прошло июнь, ну можно сказать не считать июль, август, сентябрь и весь ноябрь 4 месяца над этим обновлением, чтобы давать 4 модельки и убрать одну, это вообще бред И давайте все вместе! Короче, я взял телефон, чтобы прочитать вам полное обновление, я же не могу все запомнить И давайте начнем по порядку, короче, это если что микрофон, не переживайте Короче, первое, это изменили дизайн загрузочного экрана, как вы видели, ну сейчас я буду параллельно вставлять Добавили новый дизайн там и худо и всего Дизайн худо изменили, да, он стал более функциональным чувствителем То есть теперь там каждую минуту там добавляется плюс один опыт, я позже расскажу Также при отнимании либо добавлении бабла там плюсик пишет как GTA 5, короче Теперь добавили легенду карты, то есть в F11 вы нажимаете и слева вверху там пишет, что, типа, какой маркер, что означает Добавили систему звука работающих двигателей для транспортных средств по классам Есть у нас фига классов, это Default, Oppo, Coupe, Sport, Coupe, Sedan, Sport, Soudan, Suv, Sport, Suv, Supercar и Ultra, короче, 10 Но я вот это вообще, если честно, не ощутил, потому что мне кажется, везде одинаковый звук Окей, замена звук произведа выборочно и частично, да, кстати на половину машины есть звук она половина нету на новых и на более популярные халя гелик детишка есть звук она приора вот эти все ним нету звука это а а Продолжение следует... 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 они услышали меня изменили дрифт но они коробку не изменили 15 30 минут а но ее никто не ловит а дрифт каждые два часа вот но я заметил что они в попарных часах часах они написали типа удаление что каждые два часа но они только появляются попарных то есть 8 10 вот и сегодня видел так что нормальный кстати можно хорошо поднять бабла потому что там игроки до лимона собирает типа дрифта и там дает 2 всего лишь пять минут четко бои тоже мою фишку ладно я буду уже говорить как раньше было на аризоне поиграл самки аризона рп раньше там была система автослона очень интересно то есть было там например тоже играл сами все знают там типа некоторого количества транспорта инфернуса было всего 10 в одном автосалоне и правило только 10 потом султанов было только 20 и вот так всех автомобилей разное количество и чтобы купить там некоторые транспорт надо было бы извиняюсь надо было очень переплатить денежек например если султан стоил в сампе где-то два с половиной миллиона с госа да и всего словить за голоса то его можно было продать за двадцатку короче это очень выгодно сори за ветер также добавили эту систему на смотра но она не очень такая же сделано насчет f40 кстати добавили ferrari f40 вот это ferrari где-то вот тут ставлю на двух руках вот так типа ferrari держу поняли короче их всего лишь 20 штук да если не ошибаюсь сейчас посмотрю да только 20 штук ferrari больше их не добавят а остальных транспорт типа каждый день будет добавлять по некоторому количеству автосалон и так понял но сейчас если заехать салон там куча тачи кроме ferrari ferrari тупо нет все 20 ferrari выкупили знаете какая цена была 75 миллионов рублей деньги есть но то что она лимитированная и ее не добавить в этом обновлении может ее добавить там на какие-то на какой-то праздник например на новый год может добавить там штук 5-10 мне кажется это сделает но то что она стоит 75 миллионов это очень дохера также добавили в кого может и пока добавить сглаживание fx2 и fx ну не fx там x а а вроде так напишется 2 и 4 но я включился вчера из 4 она особо шппс не жрет но очень плавный критинка стоит также эту добавили систему прорисовки то есть ты можешь рубители прорисовку на 3000 метров или на 100 метров также не переделали систему тренировки как они пишут переделали заехала на тренировку все тренировка осталось цены выросли все что просто цены выросли убрали некоторых синон аля фиолетовый зеленый еще как красный только оставили но и синий стоковый а все остальное брать вот так же добавили тонировку фар передник и задник она там недорого стоит но немножечко тонирует следующем видосе я куплю супру это вам спойлер если чё чтобы вы ждали следующей серии и там затонировать она просто конфетка стала совпадение не думаю также давай поговорим про работу самолета что короче добавили пять единиц качественной красоты техники то есть все самолеты заменили этот раз международные рейсы на трех больших лайнерах чат чар терни чар тернии рейсы просто смелить карта называется это слово чар тернии рейсы на двух лайнерах малой авиации реалистическая симуляция полета глобальная коррекция физики физики полета рабочий путь с показанием скорости высоты курса сообщение диспетчера погодных словах разнообразие внештатых ситуаций навигация по координатам курса с отображением состояния до цели с параметр real time что я прочитал я нифига не понял но то что они физику не изменили вот это точно потому что я с помощью youtube панели брал себе кукурузник нифига не поменялось может это панели а именно в самой работе поменялось я не знаю но если поменяли то это будет круто что хотел сказать что давайте самое интересное это тачечка до добавили это бмв семерку g7 или g12 не это называется новая семерка добавили новую тройку новую тройку новую семерку добавили g12 тройки g80 rs7 вернули кстати вернули а ламборгини урос и сделает toyota supra но посмотрите на что это просто заменили бмв f10 поменяли на тройку бмв и чё прикалываетесь в 10 это топовый то мобиль на него еще было тюнинг почему не взять тот же crown который вы убрали руки его может супра заменили на кран окей хорошо почему не убрать m3 e46 который она некрасивая поменяется новую тройку или окей убрать другой корыто и поставить на тройку на 10 зачем было заменять не понимаю audi q7 на ламборгини урос говно заменили на говно говняный переворот называется audi a8 на r7 раньше изменили r7 на а8 было раньше россия поменяли на rs7 нового поколения то на а8 поменяли вроде и теперь на rs7 старого поколения бомба семерку старую но старый нет нет не е38 а старый забыл как она называется поменяли на новую и turbo с поменяли на супру turbo с 911 вы чё с мозгами дружите какой turbo с этот топовый porsche был и тупо porsche не любят просто я не понимаю и убрали toyota crown понимают я просто не понимаю обновление ну такое 50 на 50 мне то что не понравилось то что у многих и какого пропали тачки они поиграли тачки деньги из-за бизнеса как у меня я купил сначала бизнес на 60 тысяч потом купил бизнес на 30 тысяч и у меня написал и по экране network trouble я купил вернее вернее мне есть еще этот видос я сейчас ставлю можете где-то вверху или снизу или сейчас вот как вы видели иконка и было желтая потом она поменялась то есть купил один бизнес там купил другой бизнес и смотрю думаю ты чего фигел два бизнеса покупать найти 30 а 60 каус летел в гос и так понимаю или чё ну короче не мнение тебе короче пацаны там все ставьте лайкос если вам понравился данный ролик это мир мой первый ролик каких вот стенах лайк так что подписывайтесь на канал если понравилось там следующий видос всем удачи и всем пока стыдно пиздец что вы понимали это чей-то гараж это хата это листья просто две табуретки статив и просто в этих местах снимал я а вот там просто идет мост я вон там мост как-то вот мост самый популярный типа мост во всех хаят типа два части города совмещают вот и здесь аллейка все тупо ходят и смотрят это кое стою возле этой стенки как идиот ладно